Давайте примем еще один междугородний звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Павел, Усть-Кулонский район. Очень приятный ваш вопрос. У меня как бы и дочка есть, и сын уже вот сейчас 4 года будет через... Можно немножко погромче? Вот. Моторика у него идеально все. Он самые мелкие детали, даже мы не понимаем, он эти самые... Ну, собирает, собирает, а вот разговаривает, больше полноречия вот на своем языке и все. Вот девочки у него, как-то сказали, там говорили просто так, вот сейчас. Вот все нормально. И к ключам обращались, все такое. Вот разговаривать, ровно сойдем. Вот, что бы мне как бы надо делать? То есть, как я понимаю, мелкая моторика развита хорошо, но с речью небольшие проблемы есть. 4 года, да? 4 года будет сейчас. 4 года. Нужно, я бы посоветовала так тогда, начать, наверное, решение проблемы с похода к педиатру, взять направление к неврологу и от невролога уже обращаться потом к логопеду. И нужно выявить какие-то... Может быть, есть какие-то проблемы неврологического характера. Это скажет вам уже неврологи. Так вот голословно тоже сложно сказать. А потом, да, конечно, прямая связь всегда есть между развитием тонких движений пальцев и речи. Но бывает так, что, да, и вот в моей практике тоже есть такие дети, которые прекрасно рисуют, прекрасно пишут, но, тем не менее, какие-то шероховатости в произношении есть. Имеет смысл, может быть, обследовать ребёнка на предмет речевого развития в целом и посмотреть на общее развитие ребёнка, то есть на общую осведомлённость. Помимо вот этих маленьких всех деталей, что он знает ещё? Вот ещё одно приспособление – это мяч. Вот у нас даже наглядные пособия есть. Может, какие-то упражнения, как делать это? Да. Для чего нужны? Очень интересные логопеды любят. Но я принесла только маленькие, маленькие такие вот шарики, маленькие мячики, хотела показать. Потому что в работе логопедической они используются очень часто. Вот. Хотела бы показать такие упражнения. Сказала, даже у нас был вот семинар когда-то на тему мяч и речь. Вот. Например, вот такой массажёр, тут он ещё и выполняет роль вот раздражителя вот этими иголочками, раздражает рецепторы на кончиках пальцев, да? Можно вот такие игры играть. Мячик сильно поджимаю, вот так несколько раз, да? И ладошку поменяю, в другую руку положили, снова разожали, да? Вот. Потом пальчики перебираем. Здравствуй, мой любимый мячик, скажет утром. Каждый пальчик. Вот так перебираем. Каждый палец здоровается с этим мячиком. И заодно вот этими иголочками раздражает. И на другой руке так же, да? Проделываем. Сначала мы делаем это медленно с детьми. Когда хорошо получает, начинает хорошо получаться, уже можно делать это скорее. Вот. Потом можно вот так вот сгибать пальчики. Вот так вот удерживать. То есть вот другая группа мышц работает. И на другой руке точно так же, да? Вот это вот маленькие мячи работают. Вот. Если мы берем мячи побольше, а мячи ведь бывают разные. И в истории человечества мячи всегда использовались для игр. Это были набивные мячи тряпичные. И из овечьей шерсти были мячи. Потом они были каучуковые. Сейчас какое разнообразие. Есть мячи для тенниса, есть мячи для настольного тенниса маленькие. Футбольные. То есть вот, играя мячами, любыми причем, любыми, ребенок развивает ведь не только моторику мелкую, но и моторику общую. А от развития общей моторики, конечно же, напрямую и работает мелкая моторика. Потому что наш организм, он единый целый. Всегда. Единый целый. Поэтому развивая вот такие точные движения, большие, подбрасывать мяч, ловить мяч или перекатывать и принимать мяч. Это тоже хорошо воздействует на развитие головного мозга. По большому счету можно делать все, что угодно. Совершенно. Со всеми подручными материалами. А при этом нужно разговаривать с ребенком ведь. Существуют такие всякие честоговорки, потешки. Может быть, какой-то еще пример. Да, конечно. Вот те же игры с мячом наши родители, наверное, могут вспомнить. Да и мы еще помним. Сейчас как-то дети меньше играют. А были же всякие... Я знаю пять названий. Я знаю пять названий деревьев. Перебрасываем мяч. И каждый ребенок, ведущий, бросает мяч, он называет название дерева. Либо название цветка. То есть мы в этот момент закрепляем какую-то систематизацию, классификацию предметов. Мы можем назвать овощи, пять названий овощей, пять названий фруктов. Пять названий мебели, например. Да, это для дошкольников такие игры. Либо это можно играть так. Я бросаю мяч, называю слово холодный. Мне бросают мяч обратно и возвращают признак противоположный. Горячий. Добрый, злой. Веселый, печальный. И можно продолжать. Развивается словарный запас ребенка. Можно менять слова. То есть мы развиваем функцию слова образования. Я называю предметы большие, ты называешь предметы маленькие. Мы бросаем пуговица, пуговичка, ключ, ключик, ковер, коврик, ведро, ведерко. Бывает сложно. И словообразование тренируем. Можно, да, и кисть работает. Кисть подготавливает как раз-таки к письму будущему, не только развивает речь. Да, да. Потому что для письма очень важно, чтобы мышцы кисти рук были развиты гармонично, и чтобы они умели работать в своем режиме, скажем так. То есть каждый палец у нас работает, определенное положение принимает. Плюс еще работает запястье. Плюс еще нам надо научить ребенка вовремя напрягать и расслаблять вообще вот всю линию руки, плеча и до шеи. То есть здесь задействовано очень много функций, очень много групп мышц. Поэтому как раз развивут игры с мелкими предметами, игры с мячами, они очень положительно действуют. Буквально вот несколько секунд. В прошлый раз Вы пожелали как можно больше разговаривать со своими детьми. На этот раз, 10 секунд буквально. Дерезвители. Знаете, 10 секунд. В связи с развитием мелкой моторики и развитием общей моторики детей, хочу пожелать, чтобы дети наши росли здоровыми, ловкими, сильными и гармонично развитыми. Потому что общее состояние организма, оно всегда хорошо сказывается на развитии интеллекта. Мы за гармоничную личность. Мы за гармоничную личность, да. За то, чтобы во всех сферах ребенок развивался успешно. Спасибо большое, Елена, что пришли к нам в студию, за такие хорошие практические советы. А я напомню, что сегодня мы говорили о развитии мелкой моторики. На вопросы отвечала логопед Елена Заволокова. Очередной случай из практики Вы увидите завтра в 16.00 на телеканале Юрген. Психотерапевт Алексей Башканов расскажет о шопоголиках. А я с Вами прощаюсь. До завтра. Берегите себя. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова